всем привет с вами ваш переводчик асулхан и сегодня у нас реакция араба на песню грешная страсть также обязательно подпишитесь на наш телеграм потому что сегодня я опубликую там перевод реакции которую вы все так долго ждали но сам автор реакции не давал мне разрешение подписываемся ссылка будет в описании всем приятного просмотра волнительно добро пожаловать на очередную реакцию араба в прошлый раз когда мы смотрели песню димаша мы немножко охренели и мы разозлились эмоции взяли верх над нами и может быть это даже очень-очень хорошо джоуи тут кричал и вопил он сбесился и он сказал пару ласковых он тут так матюкался но это ж джоуи что с него возьмешь он не самый хороший человек но он мне нравится если вы хотите увидеть что тут творил джоуи в прошлом видео то переходите и смотрите наверху будет подсказка на это видео это была французская песня посмотрите было весело сейчас мы посмотрим новую песню димаша и на этот раз я надеюсь мы не будем сердиться это шоу называется не могу сказать вам название потому что я не могу это прочитать я получил столько информации о димаше прошлый раз я сказал я сказал этому человеку позволено быть подлецом и я еще сказал что приду в бешенство если обнаружу что он им не является потому что кому еще можно быть подлюгой как не ему с его талантом оказывается он один из прекраснейших людей в мире типа если кто-то зайдет в автобус то димаш уступит ему место он милосердный он наверное выиграл этот конкурс и раздал деньги нуждающимся и так далее я чувствую себя плохо из-за того что наговорил вам в прошлый раз я подумал что обладая таким голосом и таким талантом он мог бы быть просто негодяем а он хороший и сейчас я хочу еще больше димаша так как я уже на крючке димаш кудай бурган кудай бурган возможно правильно а может и нет поправьте мое произношение поскакали ты явилась нежданна как из лунного сна о если б знала ты что мне нужна только ты одна линьи долгие лили были ночи без сна но в стуше сердце озарило как весна только ты одна так так что там написано что это значит что это дай мне дай мне долгим огнем пылать в англии ненастье дай мне дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти ночь замкнула ресницы прекращай остановись боже как он хорош как же он хорош если не смотреть на него то когда слушаешь представляешь певца который поет уже тридцать тридцать пять лет который уже долго на сцене который год от года оттачивал вот это дребезжание в голосе который так красиво поет вот эту душевную песню и так волшебно ее нам преподносит имею ввиду что на слух этому голосу уже много лет но потом ты открываешь глаза и видишь перед собой прекрасного молодого человека который создает эти невероятные звуки и даже если не брать эту глубину и это дребезжание в расчет так он же еще и скачет по 17 миллионам октав это не видано и вокруг тишина и вокруг тишина и и и и и и и и и это была непостижимая вокальная разбежка столько чувствительности в его голосе когда ты успел откуда в тебе столько опыта и и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо! Спасибо! Видел бы эту картину Басков сейчас! Я вообще не понимаю, что я сейчас посмотрел. Все, что я могу сказать, этот чувак просто... Я уважаю его до чертиков. Он невероятный талант. Этот божественный голос. Он непостижимая личность. Никто не в праве говорить ему, что делать. Его уважают все в том зале. Его уважают каждый музыкант, который разделяет с ним сцену. Это вокальная разбежка, которую он исполнил. Это было чудо. Это было чудо. Уникальная штука. Да одна только мысль. Да одна только мысль, что он задумал спеть вот так, требует уважения со стороны певцов, музыкантов, композиторов и артистов отовсюду. Это немыслимо. Это фантастика. Это невероятно. Джоуи, что ты думаешь, если сравнить это выступление с тем, что мы смотрели в первый раз? Или что? Да тут даже не сравнишь. Тут он как будто совершенно другой исполнитель. Вообще другой. Да и песня другая. Он пел как соул певец. С этим дребезжанием в голосе. Потом он зазвучал в оперной манере. А потом вот это. Ты слышал эту разбежку? Там еще в начале вот эти полуноты. Я даже не знаю, что это было. Вибрато. Хотя нет, это не вибрато. Да черт его знает, что это было. Я никогда не слышал такого. Я никогда это не повторю. Хоть через миллиард лет. Да кто же ты такой? Это знаете, типа Майкл Джордан. У него есть дети. И по-любому кто-то из них хочет стать баскетболистом. Но его дети никогда не достигнут его уровня. Вот как оно должно быть. Netflix должен снять фильм о Димаше. Это должен быть большой документальный фильм. Ведь он только начинает. Представьте, кем он может стать. К двухтысячи сороковому или пятидесятому. Надеюсь, мы это увидим. Потому что я знаю, что этот индивид в один прекрасный день станет самым-самым. Напишите в комментариях, совпадают ли мои мысли и эмоции с вашими. Знаете ли вы кого-нибудь, кто смотрел это и не был впечатлен? Это же оцепенеть можно. Все, кто был в аудитории, смотрели на это. Все были сфокусированы на этом. Ничего, кроме Димаша. Он забирает все внимание себе. Потому что он удивительный. В общем, поддержите лайком. Можете подписаться на канал, если вам понравилось. Увидимся в следующий раз. Продолжим смотреть Димаша. Пока. Всем спасибо за внимание. Не забываем про телеграм. Сегодня опубликую. Всех люблю. Всех обнял. Пока.